Развитие профессионального образования – одно из приоритетных направлений. Значительные суммы бюджета будущего и как минимум двух последующих годов будут выделены именно на это. Прекрасный пример перехода от слов к делу – создание межрегионального центра компетенций. В 2018 году этот проект планируют завершить. После чего Ульяновский авиационный колледж превратится в учебное заведение, оснащенное суперсовременным оборудованием и станет идеальной тренировочной площадкой для команд-участниц чемпионата профессионального мастерства «Волкскилз». Всего шесть площадок на нашем тренировочном полигоне по трем направлениям. Первое направление – это обслуживание авиационной техники. Следующее направление – это обслуживание грузового и легкового автомобильного транспорта, кузовной ремонт, автопокраска. И третье направление – это эксплуатация сельхозмашин. Тренировочный полигон в полной готовности, ремонтные работы завершены. Современное высокотехнологичное оборудование закуплено. Ученики колледжа знакомятся с устройством автомобилей и сельхозтехники как отечественного, так и зарубежного производства. Серьезным оборудованием оснащена автопокрасочная площадка. Кабин, аналогичных установленным в Ульяновском МЦК, всего несколько по России. Вторая структура центра компетенций – учебный центр. Его реконструкция находится в самом разгаре. Обновляется четырехэтажный учебно-лабораторный комплекс, спортзал и общежитие. Все ремонтные работы планируется завершить до конца этого года. На 2018-й оставят благоустройство территории. Для учебного процесса приобретены различные тренажеры, имитирующие автопокрасочную работу и управление беспилотными летательными аппаратами. В этом году мы набрали по 25 человек по одной группе на 6 специальностей, так называемые, списка топ-50. Это две специальности у нас по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, две специальности по обслуживанию авиационной техники. Совершенно новые для нас – это эксплуатация сельхозмашин. Мы только начинаем, скажем так, постигать это направление. И совсем новое, и не только для нас, а и для вообще образовательной системы Российской Федерации, это подготовка специалистов по специальности оператора беспилотных летательных аппаратов. В 2018 году стартует проект по модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. На это затратят порядка 60 миллионов рублей. На создание новых мест в общеобразовательных организациях в бюджете предусмотрено более 700 миллионов. Увеличены средства на строительство новых школ и на ремонт, капитальный ремонт в том числе школ. Это, конечно, очень важная задача в части уменьшения и вообще ликвидации второй смены в образовательных организациях. У нас заложены также средства и на финансирование, софинансирование федеральных проектов. И вот один из проектов – это создание условий для занятия физической культуры в сельской местности. Он будет продолжаться, деньги заложены, но в этом году также заведена в бюджет строка и региональный проект по созданию условий для занятия физической культуры в рабочих поселках и поселках городского типа. В проекте бюджета образовательной сферы 2018 года заложены значительные средства на реализацию программ по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Оговорены субвенции на заработную плату работникам образования и повышение их профессиональной квалификации. Особое внимание в бюджете, на мой взгляд, это очень важно, уделено детям с ограниченными возможностями, нашим особым детям. Вот пример, живой пример. Бульвар Львовский, старое здание, заканчивается ремонт капитальный, и оно будет отведено как раз под работу с детьми, нуждающимися в коррекции, в коррекционных услугах. Это важно. Значит, у нашего, в принципе, бюджета основные направления находятся под контролем, и я так думаю, они будут финансироваться на достаточном, нужном уровне.